Сегодня у нас 21 апреля 2022 года. Тема нашего вебинара для специалистов звучит как лазерные неповреждающие процедуры при акне, розации и в отече уходом за кожей. И будем мы сегодня разбирать воздействие терапевтическими лазерами. То есть это не те лазеры, которыми делается фотоомоложение или эпиляция. Это именно низкоинтенсивное лазерное излучение, использующееся в первую очередь уже много лет в физиотерапии. Соответственно, сколько-то лет назад данная методика, как и многие другие аппаратные методики, перекочевала в эстетическую косметологию, потому что она очень хорошо оздоравливает кожу, она является довольно-таки физиологичной, она имеет лечебные эффекты. А косметологи у нас всегда работают на стыке с дерматологией, даже те косметологи, которые не являются врачами-дерматоминирологами, а, например, косметологи со средним медицинским образованием. Все равно могут быть пациенты и с акне, или, допустим, с акне в ремиссии, или с розацией и так далее. И, конечно, хорошо бы знать, что мы можем, а что нам не стоит делать с таким пациентами, да, и вообще, что им может навредить, а что им может помочь. В первую очередь, я не буду, конечно, квантовой физикой вас долго загружать, но такие самые ключевые моменты вообще самой методики лазерного воздействия как такового я хочу озвучить. В первую очередь, лазер – это аббревиатура от английских слов – light amplification by stimulated emission of radiation, то есть это усиление света в результате вынужденного излучения. То есть мы сразу видим, что лазер – это оптическое воздействие, то есть это воздействие светом. И сразу отсюда логически вытекает, что при воздействии светом, по идее, нам не нужна никакая контактная среда. То есть мы можем работать как контактно, так и бесконтактно, то есть дистантным методом, потому что это свет, он освечивает поверхность. Даже в физиотерапии есть термин такой – освечивание. То есть мы, когда ультразвуком, например, работаем, говорят, озвучивание, то есть потому что мы работаем ультразвуком. Когда мы работаем с светом, то это будет освечивание. И, соответственно, лазер – это, естественно, физический фактор, который воздействует на те ткани, до которых, как говорится, может достать. То есть энергия лазера достаточно сильная. Естественно, она отрегулирована в аппаратах в соответствии с назначением. Каким-то аппаратом мы можем действительно удалить новообразование, а каким-то мы можем оказать мягкое терапевтическое воздействие. Сегодня мы как раз будем о таких лазерах говорить. Но все лазеры имеют свои свойства, такие характерные только для самих лазеров. И не характерные, например, для фотохромотерапии, то есть для обычных, условно говоря, фонариков, которые могут светить, но при этом вряд ли смогут лечить что-то серьезное. Так вот, у лазеров есть четыре свойства, которые присущи только им. То есть это монохроматичность, одноцветность. Не все они, конечно, присущи только лазерам. Добрый день. Я, с вашего позволения, не буду с каждым пришедшим здороваться. Я очень-очень рада, что вы все пришли. Я буду говорить, а вы, если какие-то вопросы, например, пишите, или есть какие-то технические проблемы, тоже пишите в чат. Вот, и я буду прямо по ходу, как говорится, нашего диалога и моего монолога, в некотором смысле, буду на них отвечать. Значит, смотрите, монохроматичность, одноцветность, так называемая, да, то есть когда одинаковая длина волны у всех вот этих электромагнитных колебаний, то есть у самого потока излучения, имеется. Это свойство, оно не только лазерам присуще. Мы знаем прекрасно, что светодиодный фонарик может тоже свететь на одной какой-то длине волны. Есть аппараты, например, для фотохромотерапии, всем известный красный, там, синий-зеленый свет, которые тоже могут работать на одной длине волны, но при этом у, как говорится, вот этих фонариков, у них свойств лазера всех нет, поэтому, соответственно, и нет способностей лазера, да, нет такой энергии. Они не способны проникнуть, например, так глубоко, как лазерный луч, и не смогут воздействовать на те хроматофоры, то есть те органы и, так сказать, структуры, да, мишени, при помощи которых лазер, собственно, свои свойства эти проявляет. Так вот, монохроматичность, одноцветность, это одно из свойств лазера, да, оно может у любого там источника света какого-то присутствовать. Когерентность или синфазность – это совпадение фаз электромагнитных клебаний излучения, если сказать так по-научному. Вот, а если, как говорится, не по-научному, то если мы представим себе частички света, а частички света – это фотон, вот эти фотоны, которые у нас из нашего излучателя, я специально приготовила, вылетают, да, они у нас, как говорится, не как из обычного фонарика, хаотично, да, вылетают эти фотончики, а они, можно сказать, маршируют группами рядом друг с другом, да, то есть такими пачками выходят. Это как раз называется синфазность, вот. И у каждого этого фотончика ориентация в пространстве, в вектор, да, то есть направление, куда он идет, да, оно как раз фиксировано, они все идут совершенно точно в одном направлении. И вот эти вот три свойства, например, да, монохоматичность, сочетание с синфазностью и с поляризацией, они как раз и обеспечивают вот эту вот узконаправленность луча. То есть мы все, наверное, видели в быту строительные лазерные уровни, там, или какие-то указки лазерные. То есть если мы направим источник излучения, например, в какую-то точку, и будем отдалять от этой точки, от поверхности, лазерный луч, то там все равно эта точка будет такая же маленькая, как если мы этот луч приблизим. А если мы возьмем обычный фонарик, да, широкополосный свет, то по мере удаления у нас пятно ширяется, да, как в паровой машине, да, машина освещивает поверхность, освещает. Вот. И, соответственно, вот эти вот четыре свойства, монохоматичность, синфазность, поляризация, направленность, узконаправленность луча, малорасходимость, да, поток излучения, они вот как раз и обеспечивают те свойства лазера, которые он может оказывать в свое воздействие, да, на биологическую ткань. Естественно, у лазера как физического фактора есть определенные параметры, да. То есть это, конечно же, волна, то есть волна – это изменение среды, которое, или поле, да, которое распространяется с какой-то определенной скоростью в пространстве. И вот эта волна, она имеет длину волны. Как раз вот у разных лазеров разная длина волны. Есть красный спектр, там, допустим, 635 нанометров, чаще всего встречается такая длина волны в наших манипулах, да. Вот, есть, например, ближний инфракрасный спектр, 785, 890, 904 нанометра. То есть это именно длина волны, от нее зависит, например, как глубоко будет лазер распространяться, да, как он будет, насколько у него будет интенсивность сильнее, да, выше. Поэтому длина волны – это такой достаточно важный параметр, и он постоянный. То есть мы не можем менять в манипуле длину волны. То есть какую манипулу нам сделали, да, с какой длиной волны. Такая она и будет. И, соответственно, мы будем ориентироваться на эту длину волны, когда будем подбирать определенные показания, да, для воздействия именно этим лазером, именно с этой длиной волны. Частота колебаний, соответственно, это тоже величина, которая влияет, например, на глубину проникновения, а также влияет, соответственно, на то, на какие, собственно, структуры мишени будет воздействовать наш лазер. Например, есть частота, например, 80, считающаяся стимулирующей частотой, да, как правило, на ней проходят процедуры, которые направлены на заживление тканей, например, да, на воздействие на полиповерхностные структуры, да, на эпидермис, например. Вот. И таким образом форезы, да, да, презентацию можно будет, она, по-моему, автоматически, запись придет вам на e-mail и презентация. Ну, если что, можно написать будет на e-mail, и как бы если вдруг что-то в течение недели не придет, вот, то можно будет спросить. Там у нас есть администраторы, которые этим занимаются, да, и в чате у нас есть администратор, вот она, наверное, лучше меня знает, как это все автоматически приходит, но когда вы проходите вебинар, то есть заканчивается он, да, потом через какое-то время вам автоматом на почту приходит ссылка на запись этого вебинара. Вот. Смотрите, если нужна прямо в PDF-ке презентация, ее можно прямо сейчас скачать из, прямо из, из нашего, как говорится, происходящего сейчас вебинара, то есть из полезных материалов, которые там в графе с папочкой выложены. Там есть PDF-очка, которую можно, я так понимаю, в процессе даже скачать. Вот. Едем дальше. Частота колебания, да, то есть чем выше частота, соответственно, чем более поверхностное будет воздействие, ну, по аналогии с электрическим током или ультразвуком. И, например, такая частота, как 10 Гц, она называется, например, физиотерапией сосудистой. Чаще всего используется, когда какие-то лечебные мероприятия происходят, связанные с, опять-таки, с заживлением чего-то длительно незаживающего, или первые несколько процедур при терапии акне проходят тоже на вот этой частоте. Также, когда купероз или розация, да, часто используется вот эта, так называемая, сосудистая частота 10 Гц для проведения процедур лазерной терапии. Кроме того, есть еще различные другие частоты. Например, частота, там, 1500 Гц, да, она используется, очень высокая частота, например, для обезболивающего воздействия, когда какие-то, например, проблемы, да, в этом плане. Но это к косметологии мало имеет отношения, да, и к коже, но тоже используется. Собственно, само оптическое излучение, да, это тоже электромагнитное излучение, но с определенной длиной волны, да. Вот, и у нас используется, то есть лазером будет являться либо красный, либо инфракрасный спектр. И глубина проникновения, чем выше частота, чем выше, извиняюсь, длина волны, да, то есть чем она больше, да, то есть тем глубже может проникнуть энергия лазера. Соответственно, 635 нанометров, если длина волны, там, красный лазер, у него глубина совсем небольшая, то есть в среднем где-то там до 5 сантиметров, это при большой интенсивности. При малой интенсивности, милливаттах, да, когда она измеряется, там вообще буквально до дермы там он может достать, и глубже вряд ли проникнуть. Вот, ближний инфракрасный спектр, то есть это вот 785, 890, 904 нанометр длина волны, там уже глубина повыше. Естественно, с потерей энергии в процессе, да, то есть чем, как говорится, ближе к поверхности кожи, тем будет больше энергии лазера, но эпидермис и дерма, она очень активно затрагивает. Другое дело, что там подкожно-жировую клетчатку или мышечную ткань, она уже с трудом проникает, поэтому ожидать каких-то там суперэффектов, например, в качестве при проведении классической лазерной терапии, липолиз ожидать, да, ну, наверное, не стоит, хотя липолиз тоже может локально, да, активизироваться за счет того, что мы очень сильно активизируем кровоток в дерме, и таким образом, так как у нас сосуды имеют анастомозы между дермой, подкожно-жировой клетчаткой, сосуды связаны, как говорится, анастомозами, кровь у нас циркулирует везде, по всему организму, и, соответственно, если мы улучшаем кровоток, да, микроциркуляцию в дерме, то автоматом в нижележащей подкожно-жировой клетчатке будут активизироваться метаболические процессы, в том числе и липолиз. Вот, это как раз очень хорошо видно, когда делается курсом процедуры на лице, например, с целью введения гиалуроновой кислоты неинвазивного, а при этом жировые пакеты могут немножечко уменьшаться в размере, ну, еще из-за того, что хороший лимфодренаж параллельно происходит. Вот, как же у нас взаимодействует лазер с тканями? Он может отражаться от ткани, он может поглощаться, то есть преобразовываться в так называемое вторичное излучение, и, собственно, вот это вторичное излучение, когда ткани поглощают энергию лазера, они начинают запускать, активизировать всякие процессы движения молекулы, атомов в клетках. И таким образом, соответственно, когда лазер попадает в ткань, да, он начинает стимулировать, ну, как правило, обменные процессы, то есть это выработка энергии АТФ, это обмен веществами, да, которые могут проникнуть, например, через мембрану клеточную, и выход других веществ, которые должны выйти из клетки, да, и вот эти вот процессы начинают стимулироваться и происходить быстрее и активнее. Вот, поэтому такая вот классическая физиотерапия, которая позитивной стимуляцией является, да, то есть она не должна ничего сжечь на своем пути, чтобы выросла новая кожа, красивая, гладкая, да, она именно подстегивает вот эти вот внутренние ресурсы организма, и, в общем-то, в принципе, практически вся физиотерапия этим и занимается. Вот, и таким образом мы можем без повреждения кожи, без риска, там, например, получения пигментации, если мы используем какие-то процедуры, да, с негативной стимуляцией мы, например, ограничены по сезону, да, или по активности солнца. Поэтому здесь как раз вот именно позитивная стимуляция идет, улучшается микроциркуляция, улучшается лимфодренаж, да, то есть лимфоток ускоряется, ускоряется образование молодых клеток, да, там, где они могут образовываться, то есть на базальной мембране эпидермиса, но у молодых керотинациты начинают образовываться, соответственно, старые уходят с поверхности рогового слоя, и кожа таким образом омолаживается, да, то есть оздоравливается. И таким образом в дермины у нас фибробласты запускают свои все процессы, что они хотят делать, да, что они хотят делать. Они у нас коллагеноластин вырабатывают, они гиалуроновую кислоту эндогенную вырабатывают, поэтому здесь, как говорится, не только работает та гиалуроновая кислота низкомолекулярная, которую мы можем в небольшом количестве с поверхности кожи в дерму внедрить при помощи аппаратных методик, в том числе лазерного фореза, но при этом запускается еще выработка собственных эндогенных ликозоаминогликанов, что тоже важно и хорошо, и улучшает упругость кожи, вообще как бы влияет на кожу положительно. Соответственно, лазерный луч может рассеиваться, он может рассеиваться, там, допустим, больше, там, в каких-то поверхностных структурах, меньше, там, более глубоких, и может проникать через, да, какие-то структуры, да, например, через эпидермальный барьер в дерму. Наибольшая глубина проникновения в ближнем фракрасном диапазоне до 7 сантиметров. Но надо понимать, что здесь, конечно, с потерей мощности это будет, поэтому, как я уже говорила, не надо рассчитывать, что мы будем этим лазером стимулировать активный липолиз под кожей жировой клетчатки. И вот мы, конечно, наше действие в основном будет ограничиваться эпидермисом и дермой. Главный такой, главный мишень – это дерма, да, потому что, собственно, все хромотофоры, которые мы, на которые мы можем воздействовать, они находятся как раз там. То есть мы в красном, видимо, спектре до 50 сантиметров, опять-таки, с потерей интенсивности, и самое активное действие, оно где-то в пределах 1-3 миллиметра происходит как раз на спектре. Поэтому, например, манипулы 635 нанометров даже разрешено работать близко к зоне вокруг глаз, то есть вот это вот самая такая не очень наша крепкая и упругая зона, которая уже над костным краем орбиты находится. Но, конечно, это все очень осторожно делается. Так вот, какие у нас, собственно, структуры являются мишенями, да, то есть поглощают вот это низкоинтенсивное лазерное излучение. Это гемоглобин, как раз сосуды, да, в эпидермисе у нас сосудов нет, гемоглобина нет, да, поэтому эпидермис у нас в некотором смысле меньше подвержен воздействию лазерного излучения, чем термо, например. Также ферменты, да, то есть ферменты, да, то есть ферменты такие, как супероксид дисмутаза, терзиназа, как раз вот ферменты, которые участвуют, например, в образовании меланина, да, в транспорте меланина из термо в эпидермис, поэтому здесь как раз тоже они будут являться хромтофорами. Да, низкоинтенсивным лазером мы не можем убрать пигмент, но мы можем осуществить профилактику его возникновения в случае, например, облучения ультрафиолетом, поэтому как раз вот эти процедуры курсом, например, лазерной терапии, она хорошо подходит для того, чтобы подготовить кожу, например, к какой-то интенсивной инсоляции перед отпуском, условно говоря, да, или перед какой-то командировкой там в жаркую страну, вот, длительной можно сделать. Особенно хорошо укрепить свойства антиоксидантной кожи и вот эту вот устойчивость к ультрафиолету, если у человека первый-второй фототип, который изначально плохо устойчив к ультрафиолету. Вот, собственно, пигмент тоже поглощает низкоинтенсивное лазерное излучение, цитохром, молекулярный кислород, то есть это все мишени, которые являются его фотоакцепторами, то есть на которые, собственно, низкоинтенсивное лазерное излучение и действует. Что, собственно, оно будет делать, да, какое его биологическое действие? То есть это будет, естественно, поглощение света вот этим как раз фотоакцепторам, там те же самые меланил, гемоглобин, да, условно говоря. И это будет запускание процессов, да, процессов возбуждения структурных элементов клетки, да, то есть атомов, молекул, то есть это будет электролитическая диссоциация ионов, то есть какие-то процессы начнут происходить быстрее, да, какие-то химические реакции, которые происходят в норме постоянно, да, в организме, они будут начинать ускоряться, да, таким образом мы будем, например, стимулировать обновление эпидермиса. Соответственно, на клеточном уровне, да, мы получим те самые активацию, да, то есть стимуляцию биологического синтеза, да, каких-то элементов, да, тех же самых коллагенов с властином, да, то есть это транспорт через клеточную мембрану, да, усиливается. Опять-таки, таким образом мы можем, например, активизировать те самые пути наименьшего сопротивления, да, когда мы хотим что-то ввести. К сожалению, лазерофорезом мы не так много всего можем ввести в глубокие слои кожи, но, например, та же гиалуроновая кислота или ферменты ее расщепляющие, наоборот, да, гиалуронидаз, они как раз подвержены лазерному форезу, то есть они очень хорошо проникают через эпидермальный барьер под воздействием лазера низкоинтенсивного, вот. Поэтому мы можем, соответственно, улучшить окно проводимости кожи, да, фактически увеличить и получить вот этот форез в итоге. Мы запускаем ферментативные реакции какие-то, да, как раз на ферментативных реакциях основано антиоксидантное действие лазеров, то есть антиоксидантное действие, оно что дает? То есть не дает реакциям перекисного окисления липидов, да, разрушать нашу кожу. И поэтому воздействие самого лазера и плюс использование каких-то антиоксидантов в последующем уходе, да, или в процессе процедуры, например, сочетанной, какое-то применение, вот, я попозже расскажу, что такое отсроченный фотофорез, как можно активной сыворотке, например, большую биодоступность им создать, да, при помощи предварительно проведенной лазерной терапии. То есть мы имеем, например, антиоксидантную сыворотку, сиэнерджи нашу, да, с витамином С, с липосомальным и простым, да, то есть там два вида, с ресвератролом, с феруловой кислотой, с дегидрокерцитином, то есть это такой прямо высококонцентрированный комплекс антиоксидантов. И проводим еще и лазерную терапию перед нанесением этой сыворотки. И таким образом мы биодоступность каждого компонента, который в этой сыворотке есть, мы будем увеличивать. Вот, и, соответственно, будет работать еще активнее. На уровне органов и тканей мы получаем уменьшение чувствительности, уменьшение воспаления, да, обезболивающий эффект, да, можем получить в некотором смысле, ну, при каких-то ситуациях, да, можем уменьшить отек. Это очень важно, потому что иногда мы, например, не можем классическую биорепитализацию пациенту сделать, потому что у него пастозное склонное к отекам лицо, да, и вколы, они, к сожалению, усугубят эту ситуацию, и мы не получим такой подтянутой хорошенькой речкой, как если бы мы сделали ту же самую инъекционную биорепитализацию женщины, например, с классическим мелкоморщинистым типом старения и таким худощавым лицом, там, конечно, инъекция биорепитализации смотрится очень хорошо сразу даже после процедуры на следующий день. А если пастозное отечное лицо, то на следующий день, к сожалению, мы увидим только пассаниционный отек. И этот отек еще больше усугубит проблемы с сосудами, которые изначально есть у пастозных лиц, да, такой тускловатый цвет лица и так далее, потому что отечные ткани сдавливают и лимфатические, и кровеносные сосуды, у нас нарушается трофик с самой ткани. Вот, поэтому не всем мы можем, как говорится, проколоть биорепитализант, тогда, соответственно, смотрим уже в сторону неинвазивного введения гиалуроновой кислоты. Понятно, что мы там 100% ввести не можем ни при каком раскладе, то есть мы можем там от силы 5-10% этой низкомолекулярной гиалуроновой кислоты из нашего гелиоконцентрата ввести именно в дерму, в нижние слои эпидермиса, то есть на уровень зернистого слоя базальной мембраны, но этого будет вполне достаточно для того, чтобы убрать обезвоженность, например. А за все остальное, за все остальные эффекты биорепитализации, то есть повышение упругости, усиление обновлений кожи, улучшение микроциркуляции, как раз будет отвечать сам лазер, а не низкомолекулярная гиалуронка, которую мы им введем. Вот этот момент, я считаю, очень важен отметить. На соответственном уровне органов и тканей мы получаем лимфодренажный эффект, мы получаем ускорение кровотока, то есть в целом мы получаем улучшение микроциркуляции за счет ускорения кровотока и за счет того, что происходит такое явление, как неокапиллярогенез, то есть образуются новые сосудики, которые начинают прорастать в те зоны, где была изначально ишемия. То есть где у нас мало было сосудов, и, соответственно, кожа, например, получала меньше кислорода, питательных веществ и так далее. Из-за этого выглядело тускло и не очень хорошо. Поэтому здесь мы как раз можем улучшение микроциркуляции за счет действия лазера хорошо улучшить цвет лица и вообще как-то так омолодиться, можно так сказать. Потому что омоложение – это такое немножко сказочное слово, то есть что под ним подразумевать? Как правило, под ним подразумевается повышение упругости кожи, улучшение цвета лица, то есть улучшение микроциркуляции, это снятие отеков, более четкие границы наши, лица, овал и так далее. И уменьшение разглаживания мелких морщинок, потому что глубокие заломы мы, конечно, никакими путями такими вот малоинвазивными или неинвазивными не можем убрать, мы, конечно, не можем заменить полностью, например, физиотерапией и пластическую хирургию. Но, например, те мелкие морщинки, которые отсухосят, избыточные мимики возникают, мы можем с ними поработать и отсрочить превращение их уже в глубокие заломы. И отсрочить появление новых морщин, как статических, так и мимических. Поэтому здесь как раз вот это подразумевается под омолаживающим эффектом. И стимуляция обновления кожи, разумеется. То есть кожа начинает вести себя как более молодая, то есть быстрее обновляться. Вот, а про тексанты эффекты я уже сказала, как это происходит, да. И на уровне целостного организма мы тоже можем получить какие-то эффекты, когда делается курсом, например, лазерной терапии. Потому что все-таки мы воздействуем не только непосредственно на кожу, но и на сосуды, которые в ней находятся, и на лимфатические сосуды. А кровь и лимфа, она течет по всему организму. И поэтому здесь как раз мы получаем общее такое действие, немножечко тоже из области позитивной стимуляции. То есть это и иммунокоррекция, это и меньше склонность к каким-то воспалительным реакциям, потому что все-таки, например, тех же пациентов с розацией, да, все-таки это генерализованный процесс, да, это не только локально где-то, да, происходит. Это все-таки ангионевроз, да, поэтому когда мы такой на уровне целостного организма можем получить, условно говоря, противовоспалительный, десенсибилизирующий эффект, то это тоже хорошо. Вот. Также мы можем при помощи лазера, естественно, низкоинтенсивного добиваться небольшого обезболивающего эффекта, ну и противотечного, отечного-спазмолитического тоже. Но это больше уже используется в медицине. Соответственно, какие основные принципы у нас лазерной терапии? Вот. Если, кстати, вопросы какие-то есть, да, или что-то вдруг я непонятно рассказываю, или слишком быстро, у меня тормозите, говорите, может, что-то нужно повторить или пояснить, да, то есть не стесняйтесь, для этого у нас есть чат, вот, для того, чтобы, собственно, мы с вами общались в режиме реального времени. Ничего страшного, Виктория. Вот. Главное, что вы до нас дошли. Вот. Ну, продолжим, да. Основные принципы лазерной терапии какие? Это патогенетический подход к ожидаемому эффекту. То есть мы должны применять лазер тогда, когда, собственно, мы понимаем, что мы будем воздействовать именно, да, конечно, запись будет, на ту, как говорится, на ту структуру, которую мы хотели бы, чтобы изменилось или работало лучше, заработало лучше, да. То есть, как бы, вот это тоже важно, да. Принцип эффективности и достаточности дозы воздействия. Что это такое? Лазер является дозозависимым воздействием, поэтому, несмотря на то, что мы прекрасно можем ту же самую процедуру лазерной биртуализации использовать как, например, процедуру на выход, да, она действительно, особенно если мы ее предваряем, там, хорошим массажем по энзимной пектиновой маске, нашей любимой, да, можем сделать такое глубокое отшелушивание хорошее перед процедурой, сделать саму процедуру, ввести из к молекулярной гиалуроновой кислоты, гель-концентрат, да, потом сделать маску, любимую, там мою, например, у меня тут стоят, гель для сухой, нормальной кожи, нео и лосьон, концентрат нео, ну, который, наверное, все специалисты, которые у нас здесь не первый раз вообще на гель-теке работают, они, наверное, эту маску прекрасно знают и делают с эффектом фарфоровой кожи, да, когда мы берем в конце процедуры, не обязательно после лазерной биртуализации, вообще после какой-то уходовой процедуры, где нужен такой эффект на выход, можем взять одноразовую масочку копеечную, нанести гель, одноразовую масочку сверху геля, пропитать его лосьонным концентратом, укрыть сухим макровым полотенчиком и получить через 15-20 минут эффект фарфоровой кожи такой подтянутой, успокоенной личико, после чисток, кстати, очень хорошо ее тоже делают, вот, и таким образом, да, спасибо, вот, ну, кто с нами давно, да, уже, как говорится, этот способ знают давно, но можно брать любые там сыворотки активные, положить, например, альгинат после процедуры, вот, то есть это уже ваша фантазия. Так вот, такая комплексная процедура, где есть предуход, аппаратное воздействие с активным препаратом каким-то, потом маска какая-то восстанавливаешь, потом нанести еще какой-нибудь хороший завершающий крем, вот, я в последнее время очень люблю это матрикс нашу, а нет, я его сюда не поставила, но есть у нас в серии хомкер, да, с витаминчиками АЦЕ и со светоотражающими частичками, то есть софт-фокус эффектом, очень хорошо тоже на выход, это особенно для сухой нормальной кожи, он отлично подходит, вот, вот, можно сделать такую процедуру. И такая процедура, конечно, будет самодостаточна, да, как процедура на выход, но именно с точки зрения перестройки структурных элементов кожи, да, то есть запуска, выработки нового коллагена эластина, там, обновления эпидермси и так далее, конечно, одной процедуры будет недостаточно, то есть эффекта ее хватит, там, ну, на пару-тройку суток, ну, а потом все уже вернется на круги своя, поэтому, если мы делаем прям курс процедур, то это должно быть не менее, там, по-хорошему, десяти процедур, да, конечно, минимальное воздействие, да, это семь-восемь процедур считается, как бы лучше, чем ничего, да, лучше, чем пять, вот, лучше, чем три, но, конечно, такой классической золотая середина, да, это десять процедур, иногда даже увеличивается количество до двенадцати, до пятнадцати, это если мы интервал между процедурами увеличиваем, да, то есть не ежедневно или каждый, или через день делаем курс с десяти процедур, а, например, там, два раза в неделю, тогда, к сожалению, плохо, туговато набирается, скажем так, вот эта вот курсовая доза, поэтому мы должны увеличить количество процедур, но не до бесконечности, больше пятнадцати процедур, считается, такое воздействие уже будет малоэффективным, то есть, и более того, может даже быть не очень полезным, потому что все-таки мы не можем до бесконечности стимулировать, да, мы должны дать структурам, нашим тканям, да, самим перестраиваться и, в общем, как говорится, работать в соответствии с своей природой, вот, и поэтому, когда мы делаем один курс, например, да, мы должны потом два-три месяца дать коже отдохнуть, потом только делать другой курс, да, этой же процедуры или какой-то еще, вот, индивидуализация доза облучения, то есть, в разных, при разных патологиях, при разных каких-то, при разных каких-то вот этих вот показаниях, да, когда мы это все используем, у нас будет, у нас будет, сейчас, одну секундочку, при разных каких-то показаниях, да, у нас будет разная дозировка, да, самого излучения, то есть, у нас будет разное время воздействия, у нас, возможно, будет разная интенсивность лазера, да, то есть, это нужно обязательно учитывать, вот, еще существует такой момент, как хронобиологический подход к лазерной терапии, считается, ну, и многими исследователями, кто много лет занимается, там, например, лазерной терапией, изучением этого метода, показано, что, например, в первой половине дня лазерное воздействие более активно работает, да, с кожей, например, ну, не только с кожей, вот, и, в общем, лазерные процедуры желательно делать в первой половине дня. На самом деле, я вам скажу, как, в том числе, помимо косметологии, дерматолинерологии, как физиотерапевт, я могу сказать, что любые процедуры, физиотерапевтические, они в целом чаще всего показаны в первой половине дня, и, в общем, поэтому и пациентов, как правило, приглашают на эти процедуры в первой половине дня, и даже не потому, что в поликлинике работают чаще всего, в общем-то, днем, а не ночью, вот, просто какие-то стимулирующие воздействия, они делаются, как правило, днем, да, а ночью организм больше восстанавливается, да, то есть он больше, как говорится, обрабатывает полученную информацию, вот, поэтому, возможно, в этом и есть смысл, действительно, делать такие процедуры в первой половине дня, но понятно, что мы с вами не настолько привязаны, как говорится, ко времени, вот, конечно, хорошо иметь возможность это четко соблюдать, но у нас пациенты в косметологии приходят чаще всего после работы вечером, поэтому нет ничего страшного, если мы будем делать эти процедуры во второй половине дня, и, соответственно, комплексность лечения с учетом совместимости действующих факторов, да, то есть, естественно, когда мы делаем физиотерапию, я в конце тоже специальный слайдик сделала, потому что сочетается, что не сочетается, да, какие-то процедуры мы не можем делать одновременно, да, например, физиотерапевтические, нагрузочные процедуры одновременно, например, не делаются ни в один день, там, не даже бывает, что курсы совмещаться, да, не должны, потому что это будет, опять-таки, передозировка, да, физических факторов, и фактически мы будем эту загнанную лошадь, как говорится, добивать с еще большим активным воздействием, а ее надо просто оставить в покое и подкормить, поэтому здесь как раз важно учитывать то, что, так как физиотерапия, она, в общем-то, казалось бы, даже если она не вызывает каких-то неприятных ощущений, боли и так далее, она все-таки нагружает организм прилично, поэтому здесь как раз нужно помнить, что нам не нужно загонять эту лошадь, нам нужно все-таки какое-то воздействие будет использоваться нагрузочное, да, например, с целью стимуляции каких-то ресурсов, да, организма, а уже все остальные воздействия, да, или какие-то процедуры, которые мы можем делать, они должны, как говорится, вокруг этого плясать, да, и быть вспомогательными. Соответственно, как я уже говорила, да, формирование курса, оно происходит при лазерной терапии, как классической физиотерапии, то есть это условные 10 процедур ежедневные через день, да, и повторный курс через пару месяцев. Вот. Соответственно, противопоказания к проведению лазерной терапии, собственно, ничем практически не отличаются от других противопоказаний к другим физиопроцедурам, то есть это онкология, беременность, тяжелые хронические заболевания, это неврологическая какая-то патология, это острые респираторные, не только, да, например, геропетические инфекции, какие-то острые процессы, которые в организме возникают, или обострение хроническое, да, то есть мы не нагружаем организм дополнительным чем-то, если он уже борется, например, там, с ОРВИ или гриппом. Есть такое противопоказание, как индивидуальная непереносимость лазерного излучения, низкоинтенсивного, и не только низкоинтенсивного, но, к сожалению, пока человек не попробовал хотя бы один раз, да, он, это противопоказание, что он у него есть, знать не может, к сожалению. Вот. Поэтому здесь как раз надо просто обращать внимание на реакцию пациента. Если действительно без использования даже каких-то косметических средств воздействие самого лазера вызвало реакцию, которая напоминает аллергию, да, то есть это может быть зуд, это может быть резкое покраснение, это может быть какие-то генерализованные реакции, да, а-ля там тахикардия и так далее. То есть это, в общем, в принципе, крайне редко встречающиеся противопоказания, да, осложнения, можно сказать. Вот. Ну, в литературе, как говорится, описано, да, честно говоря, ни разу не встречалась с этим. Вот. И даже многие мои коллеги этого не видели никогда, но в литературе это есть, поэтому это надо учитывать. Хотя, конечно, можно заподозрить, что часть случаев, описанных якобы непереносимости лазерного излучения, может быть связана просто с тем, что у человека в этот момент возникла какая-нибудь паническая атака, да, со страху перед манипулой, да, и это тоже зафиксировали как непереносимость самой процедуры. Но здесь уже мы об этом точно не узнаем. Но надо учитывать, что это такое тоже может быть. Какие способы воздействия есть? Способы в физиотерапии, ну, чуть больше, чем, скажем так, косметология. Есть и контактные методы, да, то есть компрессии, без компрессии, с проникновением даже световода в ткани, да, то есть может использоваться низкоэргалитический лазер даже вот таким образом, да, то есть существуют специальные стерильные насадки и прочее. Вот. И есть дистанционные методы, то есть мы можем освечивать просто поверхность без всякой контактной среды, можем использовать в рамках, как правило, рефлексотерапевтических каких-то методик для акупунктуры, есть там специальные такие насадочки с носиком, которые используются для акупунктурного воздействия. и может быть, например, насадки с зеркалом, когда луч отраженно используется, да, чтобы он рассеивался и чуть меньше, например, энергии дало. Да, у меня классическая манипула здесь, я покажу как раз, это манипула Beauty Skin называется, которая внутри содержит лазерные излучатели, несколько их там, на самом деле там два лазера, то есть эти манипулы бывают с комбинацией инфракрасного диапазона 785 нанометров и 890 и есть с комбинацией красного и ближней инфракрасного, то есть 635 нанометров длина волны и 890. Причем один из лазеров, как бы один из, скажем так, учитывая то, что там не два самих излучателя, там, например, 6, да, какие-то из них, которые работают на длине волны 635 нанометров, они в природном режиме, например, 885 нанометров работают, а 890, он более мощный, он работает в импульсном режиме, потому что мы предполагаем воздействие на лицо, да, здесь у нас достаточно тонкая кожа, близко сосуды, и в общем, в принципе, это, конечно, лицо, это не бедро, да, поэтому здесь параметры все немножко заниженные и еще меньше интенсивность лазера используется. Вот, соответственно, площадь полей обрабатываемых, она не должна превышать, нежелательно, да, чтобы она превышала порядка 400 квадратных сантиметров, но в целом у нас лицо лицо, оно 300 квадратных сантиметров, да, если мы добавляем еще шеи и декольте, например, в процедуру, то это будет уже без естественного использования вот этой зоны, то есть, щитовидная железа у нас всегда табу для любого физиотерапевтического действия, вот, то это будет уже порядка 750 квадратных сантиметров, но учитывая то, что при лазерной биоревитализации параметры используются достаточно мягкие, то и 750, как говорится, разрешено обрабатывать за один раз. Если же у нас используется более, скажем так, локальное воздействие, обработка, да, допустим, участков с поврежденными сосудами или там какие-то незаживающие трофические язвы или еще что-то обрабатывается, освечивается, то желательно, чтобы за одну процедуру мы обрабатывали порядка там 400 квадратных сантиметров, то есть, условно говоря, это две с половиной, ну, можно сказать, ладошки, да. Вот. При лазеропунктуре, естественно, если используется вот эта насадка для пунктуры, там несколько секунд, порядка 15-20 секунд на одном месте, на одной точке, да, то есть, допустим, точки выхода на треотраничного нерва, если мы обрабатываем, или еще какие-то варианты пунктурного воздействия, да, по рефлексогенным точкам или зонам Захарина Геда, вот, то там как раз каждая точка будет обрабатываться несколько секунд, да, до 20 секунд, а общее время процедуры, оно тоже короткое, в среднем, как правило, не превышает 2-3 минуты. Лазер и форез введение биологически активных веществ в глубокие слои кожи, да, то есть, лазер и форез, это на самом деле одна из, одна из функций лазерной терапии, то есть, мы можем делать лазер и терапию без лазера и фореза, да, то есть, просто чистую сухую кожу обрабатывать и получать эффекты от самого лазера, как контактно, так и бесконтактно. Вот, бесконтактно, единственное ограничение есть по расстоянию между кожей манипулы, там, не более, желательно, 5 миллиметров, чтобы оно было лучше меньше, да, то есть, золотой стандарт считается с 3 миллиметров освечивать поверхность, если представляется такая возможность. Это важно, когда кожа поврежденная, да, когда манипула может проконтактировать с биологическими жидкостями, она с ними контактировать не должна, потому что мы ее стерилизовать в артоклаве или сухожаре. Вот, поэтому здесь мы, если видим поврежденную кожу, то мы обрабатываем дистантно, если кожа не поврежденная, то мы ее прекрасно обрабатываем контактно по какому-то контактному средству, да, ну, скажем, не контактному, активному средству, либо просто по сухой подготовленной коже, и при этом мы обрабатываем манипулу, всегда дезинфицируем, так же, как, например, датчики ультразвукового сканера, вот, теми же антисептиками на основе из пропилового спирта. Но при этом манипула, естественно, не должна контактировать с биологическими жидкостями. Значит, какие вещества имеют подтвержденную форетичность? То есть, использоваться конкретно для фореза, то есть, класться под манипулу, да, и манипулы вот этой мы по этому гелю, например, можем вводить и вводить, да, в глубокие слои кожи. Их не так уж и много, этих препаратов, которые можно непосредственно использовать таким образом. Это, ну, из наших косметологических, самая распространенная гиалуроновая кислота и, соответственно, гиалуронидаза, который его расщепляет, да, это работа с рубцами по гелю контрактубиксу, например. Это, например, заживляющий, там, гель, с локосерил, к примеру, да, это антибиотики некоторые, то есть, тетрациклин, опять-таки, в такой вот гелевой форме, да, пантовигин, оксалин, соответственно, гидрокортизон, то есть, в принципе, не так уж много, да, этих препаратов, да, метрогил тот же самый, метрогил, например, или метрогил гель до наружного применения, тоже можно работать непосредственно, манипулы. То есть, в этих препаратах нет ничего того, что, во-первых, будет мешать самому лазеру оказывать свое воздействие, то есть, они прозрачненькие, да, то есть, у них нет никакой невзвеси, никаких-то частиц, которые могут отразить свет лазера, да, и помешать ему проникнуть. На самом деле, оксалин – это старая такая вообще штука, вот, с ним работали раньше, когда, в общем, вот и реноларингология чаще. Вот, на самом деле, его эффективность под сомнением, конечно, вот, и поэтому его как-то учитывать как руководство к действию, наверное, не стоит. Это просто я перечислила те препараты, которые в физиотерапевтических справочниках существуют, как препараты, которые имеют доказательную форетичность при воздействии непосредственно лазерной манипулы. Да, грубо говоря, их можно маск на коже и вводить по ним манипулы. Вот, все остальное, ну, на самом деле, по поводу носа, намазывания носа аксалином, оно, конечно, не всегда полезно, потому что считается, что все-таки наши вот эти вот ворсиночки, которые защищают, в общем-то, от проникновения инфекций в нашу дыхательную систему, они должны функционировать. А вот эта основа, такая вазелиновая, она их наоборот мешает им двигаться, да, и возможно, это может быть хуже, скажем так, с аксалином, хуже, чем без аксалина. Вот, но это уже дело такое, как говорится. иной раз эффект плацебо работает. Вот, но, как бы, организм, в общем-то, продуман неплохо природой, вот, и, в общем-то, если нормально увлажнена слизистая носа, да, если нет корок там носу и каких-то уже воспалений, да, то она и сама функционирует неплохо, да, если там есть какие-то проблемы, да, там уже, может быть, и имеет смысл какие-то препараты использовать. Вот, значит, чаще всего, как правило, используется в косметологии, в граничащей с термотологией, скажем так, метронидозол, да, потому что он неплохо работает, например, с кожей, с розацидом, декозом, особенно вот по пустулезной стадии, то есть, и, в принципе, его как раз можно использовать если вы ведете пациента с розацией, да, и назначаете ему вспомогательный еще дополнительный курс лазертерапии, вот, чаще-часто используется контрактубикс при работе локально, да, с какими-то рубцовой тканью, да, используется гиуроновая кислота, используется гиуронидаза, используется, иногда используется гиоцилокосерил, сейчас как-то я очень редко встречаю, чтобы его использовали, вот, и, в принципе, больше ничего такого не используют, иногда используют метилуроцил, ну, честно говоря, метилуроцил, он, во-первых, масляный, во-вторых, как говорится, если поврежденную кожу надо быстренько заживить, простимулировать заживление, я бы лучше взяла гельно-сифрегенерации, например, с пантенолом и с бета-грюканом, чем мазь метилуроцил. Мазь метилуроцил, она неплохо работает, например, если хиэлит, или что-то в этом роде, но когда уже, когда просто очень сухая кожа, то есть нет мокнутия, нет именно раны, да, которую надо заживить, да, а именно есть вот корочки, сухость, вот такое, тогда, в общем, в принципе, можно использовать нацилируацию. Вот, что касается отсроченного фотофореза, то, что я упоминала, да, недавно, это когда мы, например, имеем препарат, который однозначно активный, да, то есть он содержит активные компоненты, например, пептиды, там та же самая сыворотка, 5 пептидов нашу специально себе ее поставила, вот, которую я сама очень полюбила, там на самом деле комплексы с нескольких пептидов, которые разные функции выполняют, есть 2-ми релаксанта, лимфосил, аргирелин, есть пептид релестаз, такой ремодулирующий пептид, который, в общем, отвечает за упругость кожи, есть атерапептид меди, который вообще многостаночник и, в общем, выполняет очень много функций, включая антиоксидантную, в общем, стимулирует вырубил коллаген, ластин и прочее, и матриксил морфомикс, который тоже отвечает за упругость кожи, да, раздраживая морщин, вот, и, собственно, но, например, или сыворотка сиэнерджи, да, которая там содержит все антиоксиданты, которые себе можно представить, да, или, например, антикуперозный гель, который содержит все вазопротекторы, включая там троксирутин и экстракты конского каштана, красного винограда и так далее, то есть все вазопротекторы, которые тоже себе можно тут представить, да, для коррекции купероза или лечения варикоза, вот, так вот, эти препараты, они, их нет в списке, да, то есть, как бы, у них есть активные вещества, которые обладают очень хорошей биодоступностью, но нам, допустим, хочется, чтобы эта биодоступность стала еще больше, да, и таким образом мы можем, или это могут быть лекарственные препараты, да, какие-то, которые мы хотим местно, топические препараты, которые мы хотим местно на коже использовать, и тогда мы можем использовать лазерофорез, как бы, отсроченный, то есть отсроченный фотофорез. Что это такое? Это когда мы кожу саму обрабатываем без препарата, потому что препарат либо там обладает недоказанной, как бы, ну, недоказанными свойствами, что он не развалится, грубо говоря, до неактивных форм под воздействием лазера и что он, или он будет мешать, например, лазеру проникать, да, он может быть цветным каким-то, или какие-то включения иметь. Вот. Мы при этом подготовленную кожу обрабатываем лазером, то есть проводим классическую лазеротерапию, которая делается либо контактно, либо бесконтактно по сухой подготовленной коже, и дальше мы в течение там 3-5 минут максимум сразу практически должны нанести вот этот активный препарат, прям сразу, то есть обработали, сразу нанесли активную сыворотку или какой-то лекарственный препарат. И таким образом мы, то есть есть исследования, есть указательства, что от там до 30%, скажем, от, не могу сказать точно каких, да, до 30% считается биодосудность повышается различных веществ, конечно, это зависит от их физико-химических свойств. Фактически чем меньше молекулы вещества, да, чем он сам глубже способен проникнуть и лучше, да, тем, естественно, больше мы ему поможем, проведя перед его нанесением лазеротерапию. Опять-таки, это все можно совмещать с курсом лазеротерапии, да, например, либо отдельно, да, то есть мы освечиваем кожу подготовленную, наносим активный препарат, сыворотку. либо если мы совмещаем это, например, с биоревитализацией, то есть мы, грубо говоря, работали по коже с нанесенной гиалуроновой кислотой, да, и если мы потом, например, под альгинат, после этой процедуры положим еще какую-то активную сыворотку, которая будет решать какую-то конкретную проблему, но мы получим улучшение биодоступности компонентов этой сыворотки. Понятно, да, объяснила, то есть если вдруг что-то непонятно объясняю, вы мне сразу вопрос задавайте. Также можем с воспалением работать, обработали кожу, например, с акне, да, контактный или бесконтактный, в зависимости от того, есть там какие-то элементы, поврежденная кожа, да, или нет. И дальше нанесли на персыворотку стоп-акне с изолоиновой кислотой, да, чтобы она лучше работала. Ну и дальше в уходе уже пациент продолжает пользоваться ей регулярно уже в качестве такого, как бы, ничемно-профилактического ухода. Вот, что такое еще мы можем делать, да, то есть не обязательно наши вещества должны быть в том списке, которые можно непосредственно под манипулу класть, да, вот, фактически в кабинете у нас, как правило, кроме гиалуроновой кислоты, низкомолекулярной, хочу отметить, да, вот, высокомолекулярную мы никуда при всем желании не ведем, хотя биоревитализация классическая, инъекционная, надеется, и делается именно высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, но мы там работаем шприцем, вот, а здесь мы работаем неинвазивно. Неинвазивно мы можем ввести только низко ультрамолекулярные формы и, соответственно, ольгосахариды, кусочки гиалуроновой кислоты, которые в некоторых средствах бывают тоже встречаются, то есть это еще меньше, чем ультрамолекулярная гиалуронка. Что эффективнее, вопрос, лазеротерапия электропарация? Тут сказать сложно, что эффективнее, смотря какую проблему хотим решить. Если мы просто хотим обезвоженную кожу быстро реабилитировать, наполнить влагой, да, то гиалуроновой кислоты как таковой, да, скорее всего, больше зайдет в облакие слои кожи при электропарации. Вот, потому что там задействуется путь не только наименьшего сопротивления, да, через выводные протоки сальных потов желез, в основных поликулах, но и задействуется межклеточный путь, да, то есть мы, грубо говоря, больше самой гиалуронки можем засунуть в ткани, да, вот, если же, но сама электропарация по себе, да, не обладает теми стимулирующими свойствами, которые имеет лазер, да, естественно, тут даже сравнивать нечего. Электропарация, это чуть более продвинутый ионофорез, да, то есть это фактически только форез. Лазеротерапия, это все-таки в первую очередь лазерфорез, там, лазерная биотернизация, это в первую очередь лазеротерапия плюс какая-то часть фореза, да, вот, поэтому если у нас все-таки пациент, например, более возрастной, нам нужно поработать с морщинами, с отечностью, с сосудами и так далее, с сосудами, кстати, электропарацию вообще противопоказано делать, вот, то, конечно, лазеротерапия будет эффективнее, потому что будет более комплексное воздействие. А если просто, грубо говоря, девочка молодая, там, или мальчик, были там в отпуске, там, в жаркой стране, там, обгорели, ну, там, на юге, да, приехали с такой немножко пергаментной, обезвоженной, очень сильно кожей, да, или, допустим, после зимы, или во время зимы, да, там, печка в машине истощила ресурсы, гидрорезерв кожи, да, то мы можем сделать, там, даже пять процедур, там, пару-тройку раз в неделю, или даже раз в неделю делаться периодически, вот эту электропорацию, просто гиалуроновую кислоту, условно говоря, вбивать поглубже и домой еще снабдить пациента, например, интенсивно увлажняющей сывороткой, либо интенсив омоложение, либо 3D-увлажнение, то есть с двумя, либо с тремя видами гиалуронов, которые будут ежедневно, просто, как заместительной терапии работать, уходят, да, под любой крем, наносятся, всеми прекрасно переносятся, вот, показания к низкой интенсивной лазерной терапии, дерматологии, косметологии, они, конечно, такие довольно-таки обширные, вот, единственное, что, да, я даже не буду там подробно на каждом из них останавливаться, вот, потому что, тем более, тем более, что сегодня на поездке дня акнеерозация, да, и обезвоженная кожа, или NTH, да, как это, омоложение, в общем, то есть лазерная биоретализация, но все, где нужно, противоспалительный эффект, улучшение микроциркуляции, где нужен противоотечный эффект, где нужно усилить регенерацию кожи, самое основное действие низкандидатического лазера, это все-таки репаративное, вот, там как раз можно использовать как вспомогательный вариант воздействия лазерной терапии, единственное, хочу отметить еще раз, да, что любая физиотерапия, она никогда не заменяет лечение, она его дополняет, то есть она делает более эффективный курс лечения, быстрее помогает достичь ремиссию, вот, но, например, не лечить пациента с акне третьей стадии соответствующими препаратами, а только делать ему лазерную терапию, это будет неэффективно, да, потому что, на самом деле, ну, не все мы можем сделать при помощи физиотерапии, да, ну, грубо говоря, мы ходим в спортзал, чтобы качать мышцы, да, или там какой-то рельеф себе делать, да, но при этом мы же должны все равно есть, ну, это так уже, как бы, если совсем просто объяснить, вот, базовый протокол лазеротерапии в кабинете косметолога, как выглядит, как обычная уходовая процедура, то есть поверхностное очищение, гель очищающий, мусс, там многие сейчас муссы наши любят, за то, что они такие приятные текстуры и вкусно пахнут, с алоэ, с витамином С, из хоум-кера, из линейки, гель очищающий, самый универсальный вариант, все наши очищающие средства, они на мягких павах, то есть там кок-клюкозит, чаще всего, как основной пав используется, может еще ТЛККЛ-глутамат присутствовать, но никогда у нас не встретите в очищающих средствах, например, урецульфат или уринсульфат, ну то есть такие агрессивные павы. Для, например, проблемной кожи я очень люблю использовать наш гель для интимной гигиены, который в прошлом году вышел, на самом деле это гель, который сделан на основе нашего же прекрасного геля очищающего, который все любят, кто с нами давно, вот, и я в том числе, просто в него добавлена молочная кислота, ну это я так утрирую, конечно, упрощаю немножко, понятно, что там формула немножечко иная, да, с точки зрения там процентного состава, но сам факт, что там есть молочка и там есть, и PH этого средства 4,5, вот, то есть такой кисленький, поэтому если кожа проблемная, например, можно использовать его и дома, и в том числе и в кабинете даже, использовать для умывания лица. Глубокое очищение делается, это энзимная пектиновая маска, либо это может быть какая-то разновидность чистки аппаратной, это идет как доп. воздействия, доп. процедура, она не является таким прям нагрузочным, но чаще всего используется либо энзимная маска, массаж по ней делаем влажными руками, либо ультразвуковой пилинг по гельной дезинкрустации, если вдруг пациент по каким-то причинам или очень чувствительной кожи, там какая-то индивидуальная чувствительность к компонентам энзимной маски, там уже папаину или молочной кислоты плохо переносится, хотя это крайне редко встречается, но допустим, тогда мы можем взять дезинкрустирующий гель, в котором нет ферментов, да, и кислот, и просто сделать классическое холодное распарение в ультразвуковой пилинг. Соответственно, после глубокого очищения мы воспользуемся тоником по типу кожи, и дальше уже у нас будет собственно сама лазертерапия производиться. Хочу сразу сказать, что если мы делаем курсом эти процедуры, да, то есть 10 процедур мы делаем, допустим, лазертерапии ежедневные через день, то этап глубокого очищения энзимной маской будет только на 1, 1, 5, 10 процедуре, то есть мы не можем делать зимную маску 5 раз в неделю, а процедуры эти ежедневно можем делать, то есть как бы у нас может быть курс или ежедневный, или через день, например. И таким образом, конечно, мы не будем энзимную маску делать каждый раз, просто в те процедуры, которые не первые, пятые, десятые, у нас будет просто поверхность очищения, тоник, и дальше уже этап активного ухода. Соответственно, лазерную терапию мы делаем в зависимости от, как говорится, подобранных параметров, параметров в зависимости от того, какую проблему хотим решить. Если это лазерная биоритализация, то, естественно, мы работаем по нанесенному предварительно гелю с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой двухпроцентному нашему, и я предпочитаю тонким слоем нанести на подкотольную кожу, а потом уже непосредственно под манипулу из дозатора капать. Вот. Так будет экономичнее. После проведения лазерной терапии, если мы использовали гель какой-то, да, или там тот же самый низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, то мы и остатки снимаем. Если это какой-то лекарственный препарат, то не всегда нужно его снимать. Остатки вот НМКК, то есть гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, мы, как правило, влажным компрессиком или там можно сбрызнуть тоненьким салфетку, чтобы лишний раз там с водой и водопроводной, допустим, чувствительной кожи не контактировала, снять эти остатки, и дальше уже можем сделать маску. Вот. Маску в данном случае мы можем делать любую, опять-таки, по показаниям, да, если мы там противоспалительную какую-то процедуру делаем, да, мы можем даже глининую маску использовать. Вот. Но чаще всего используется либо вот та, которую я описала с гелем для сухой, нормальной кожаной, одноразовой маской и лосьонным концентратом, либо используется классический альгинат, можем активные сыворотки, опять-таки, под него положить те же самые 5 пептидов, да, или тот же антикуперозный гей при желании. Можем использовать коллагеновый лист, можем использовать, да, даже кремовую маску потом можем нанести, можем гелевую маску по удовольствию нанести, вот, которая толстым слоем наносится, такой плотный гель, ну, многие тоже знают этот препарат, его особенно очень любят в летних уходах, да, и даже можно по нему делать эрехлифтинг, вот, и акваудовольствие имеет густую такую текстуру, гелевую, очень хорошо увлажняет, там полисахаридный комплекс акваксил в составе, вот, и успокаивает кожу тоже, можно его нанести толстым слоем, как большой гидрогелевый патч, он будет лежать там на лице и шее, и, в общем-то, на 15-20 минут оставить, потом, опять-таки, влажный тоже салфеточкой с неотин и нанести уже завершающее средство. То есть маска – это ваше творчество, в зависимости от того, какой пациент, что ему лучше подходит. Вот, и под маски, соответственно, мы можем активные сыворотки, вот я ниже перечислила, основные, да, наносить, но также можем активные гели наши тоже, как сыворотки использовать, аппаратные гели, такие же, как антивозрастной НЕО, например, вот, или для чувствительной кожи, гельозрелой кожи, формула-1, но чаще всего под альгинат берут или актив лифтинг с миорелаксом, или 5 пептидов, или, там, допустим, 3D-увлажнение, интенсив, омоложение, когда нужно еще, ну, казалось бы, усилить действие гиалуронки, и, да, мог в том числе человек потом берет их использовать, либо стоп-тайм 25, например. Вот, примеры использования, да, много материала, конечно, я стараюсь в полтора часа ложиться, но не знаю, постараюсь. Примеры использования низкоинтенсивных лазеров, если это поврежденная ткань, то есть нужно с заживлением, то чаще всего используются либо отдельные манипулы с 635 нанометров длиной волны, ну, здесь в микрометрах я написала, то есть это вы можете, так, слышно меня? Вот, а ответьте кто-нибудь еще, есть связь, или это может быть у Натальи только она прервалась, поставьте кто-нибудь плюсик, есть связь или нет, у меня вроде ничего не, все норм, да? А, значит, просто надо перезайти, спасибо, может быть, что-то с вашим провайдером интернета, потому что у меня обычно тоже, когда связь там подгуливает, у меня сообщение выскакивает, что связь не совсем корректная, вот, я сразу впадаю в панику, что никто меня не слышит, вот, ну, по-любому, на самом деле, если, ну, да, если прерывается у вас, это, наверное, что-то у вас с интернетом возможно, надо просто, может быть, зайти и заново перезайти, в крайнем случае, все равно потом будет запись, вам придет на почту, она, вы можете отсмотреть с того места, где там прерывалось, и, собственно, если у всех остальных связь есть, главное, что запись идет, и, в общем, все будет, вот, и также потом на Ютубе выложат, наверное, ребята, этот вебинар, как все наши вебинары, которые у нас висят на Ютубе, на канале, так что, если кто не подписан на наш Ютуб-канал, пока у нас есть Ютуб, подписывайтесь, и смотрите наш познавательный контент, вот, соответственно, примеры, да, поврежденные ткани, то есть раны какие-то, да, не заживающие, это могут быть какие-то повреждения, чаще всего трофические язвы, когда используется низкоэнергетический лазер, чаще всего дистантная, конечно, методика, потому что кожа поврежденная, мы не можем манипулы освечивать контактно, да, вот, и чаще всего используется либо непосредственно под манипулу, например, метилурацил, да, когда такая более сухая рана, да, то есть уже с корочками, либо, если, допустим, это свежее какое-то повреждение, или оно не заживает, то есть оно не сухое, а мокнущее, да, трофические язвы, те же самые, то мы можем гелинтенсифрогенерацию нанести сразу после вот этого облучения. Чаще всего используется интенсивность совсем маленькая, то есть 5-10 милливатт на квадратный сантиметр, это 5-10 милливатт это интенсивность, да, не совсем правильно, я тут поправить хотела, видимо, что-то у меня скачало, ППМ, то есть доза должна быть 5-10 милливатт на квадратный сантиметр, то есть это плотность дозы, которую мы должны набрать. Интенсивность самих манипул может быть 5-10 милливатт, например, может быть, другие манипулы используются, но чаще всего красный лазер используется КЛО-1 и КЛО-3, так называемые. Вот это я на всякий случай здесь пишу, потому что вебинар, он как бы предназначен, ну, первую очередь, скажем, для тех, кто уже работает с этими аппаратами, да, у кого он уже есть, да, и они хотят, допустим, как-то еще его использовать, кроме как делать, например, лазерную биоревитализацию. Вот, частоту модуляции мы ставим 10 Гц, я вот специально аппарат потащила сюда, вот, вам сейчас покажу, если у кого он есть, у меня тут, правда, четырехканальник, обычно у нас в кабинетах стоят двухканальники, вот, и частота у нас меняется, сейчас попробую, вот, частота у нас меняется вот здесь, то есть мы имеем по умолчанию 80, да, можем нажать на цифру 10, она будет 10, если хотим там, например, обезболивающий эффект какой-то получить, да, то мы можем даже 3000 поставить, и потом, например, поставить 1500 при помощи при помощи вот кнопочки, которые мы уменьшаем, например, частоту, вот, то есть, соответственно, стимулирующая частота 80 Гц, она по умолчанию, то есть здесь у нас есть фотоприемник, фотоприемника мы можем в режиме реального времени померить, сколько у нас манипулы выдают, какая у нее мощность, вот, и это нам может понадобиться, например, при расчете времени дозировки, вот этого лазера, там, вот, это уже такие более, скажем так, нюансы технические. 10-15 процедур, как правило, также делать иногда, ну, вот, что касается заживления, трофических язв, иногда, конечно, максимально возможно количество процедур делать, потому что, например, делать 5-7 процедур вообще смысла нет, и облученное место обычно, то есть пораженное место обычно облучается с запасом здоровой ткани, то есть мы, допустим, имеем небольшую ранку, да, облучаем там раза в три, наверное, больше, чем сама ранка, да, вот, соответственно, если мы используем при куперозе, то есть при куперозе, ну, на конечность это может быть поэксный варикоз, но мы сейчас больше говорим о лице, потому что применение в косметологии все-таки нас больше интересует сейчас. Если мы при куперозе используем, то мы можем использовать как отдельные манипулы вот эти вот, например, на 890 нанометров длиной волны, вот, а также мы можем использовать манипулу бьюти-скин, которая у нас, как правило, в кабинете как раз есть для того, чтобы нам делать лазерную биоревитализацию, вот, только здесь мы работаем с антикуперозным гелем, чаще всего мы используем отсроченный фотофорез. Для лимфодренажного эффекта специальных параметров не нужно, потому что манипула бьюти-скин, собственно, и сама процедура лазерной биоревитализации, у нас есть еще несколько вебинаров на эту тему, можно посмотреть, именно как раз про биоревитализацию на YouTube-канале можно глянуть, вот, и семинары периодически проходят точно, там не нужно специальных параметров, это сама процедура лазерной биоревитализации, да, я чуть позже подробнее скажу, пару слов, она дает лимфодренажный эффект уже, да, то есть как бы 80 Гц, как правило, там используется частота 80 Гц по умолчанию, да, используется манипула бьюти-скин, интенсивность непрерывного источника излучения, там, 785 нанометров он будет, с длиной волны 785 нанометров он будет порядка 150 милливатт, и мощность манипулы, которая в импульсном режиме работает 80-90 нанометров, там вы просто оставите 5-6 ватт, не более 5-6 ватт его интенсивность, потому что, как правило, манипула бьюти-скин, она с запасом выпускается мощности, и там, например, при работе на лице 12 ватт, это будет очень много, то есть там параметры все стандартные для лазерной бьюти-кинзации, и просто, когда мы делаем лазерную бьюти-кинзацию и по, собственно, массажным линиям работаем, да, как бы, мы еще дополнительно механические манипулы, так как мы работаем не просто освечиваем поверхность, да, мы контактно работаем, мы еще, собственно, механическим путем этот лимфодренаж обеспечиваем. Я рекомендую на этап подготовки кожи, когда мы делаем массажик, допустим, по энзимной маске, перед этим массажем прокачать лимфоузлы регионарные, чтобы у нас в лимфе было легко уходить, как говорится, подтекать от головы и шеи, и сами массажные техники, да, если лицо постозное, требует лимфодренажа, чтобы они тоже включали какие-то лимфодренажные движения, да, то есть мы уже на этап подготовки кожи начнем лимфодренаж, а процедурой мы уже не продолжим. Вот, соответственно, как я уже говорила, да, здесь можно сочетать с лазерной бьюти-кинзацией, в предыдущем, как бы, в блоке, да, я рассказывала, да, что можно, допустим, сделать лазерную бьюти-кинзацией, а потом нанести антикуперозный гель, например, под маску. Вот, и таким образом убить двух зайцев и обезвоженность убрать и надомоложением поработать, если у нас манипул бьюти-скин, да, такая комбинированная для биллазерного воздействия мультиплексного и купероз подлечить чуть-чуть. Вот, ну, по крайней мере, не то, чтобы подлечить, но, собственно, оказать профилактическое действие, потому что мы понимаем, что телеангиэктазии мы низкоэнергетическим лазером при всем желании убрать не сможем, нам придется воспользоваться или уже высокоинтенсивными лазерами, или аппаратом сургитрован. Вот, соответственно, акне, да, что с акне происходит у нас? Когда мы работаем с акне, то мы используем ту же самую, например, бьюти-скин можем использовать, нам не обязательно покупать дополнительные какие-то манипулы, если у нас уже есть бьюти-скин в кабинете, можем работать дистантно, можем работать, но не более полсантиметра, чтобы был зазор между кожей и манипулой, или бы работать по подготовленной коже уже непосредственно по сухой, либо, допустим, с нанесенным на нее препаратом, да, соответствующим. Если у нас этот препарат не метронидозол, который точно имеет, не имеет проблем, как говорится, в сочетании с лазером одновременно, то лучше использовать отсрочный фотофорез. Опять-таки, сделали процедуру лазерной терапии 10 минут, после этого нанесли, например, ту же самую сыворотку стопоктеза с залаинной кислотой, или нанесли, например, гельный матент серый, или нанесли какой-то еще препарат, который используется для лечебно-профилактического ухода, и получили более эффективное его действие. Вот, опять-таки, здесь есть некоторый нюанс, если мы работаем с акнем, с воспалениями, то мы первые три процедуры с 10, например, можем делать на частоте 50-100 Гц, если нам, как говорится, наше оборудование позволяет, можем остальные делать на 10 Гц. Еще есть методика, когда мы первые 2-3 процедуры делаем на сосуде, заживляющие процедуры. Когда это нужно, тогда, когда у нас элементы плохо разрешаются, или много, например, элементов, например, акнеискариатика, когда пациент расковыривает их, то есть много поврежденных элементов, скажем так, которые нужно ускорить заживление, чтобы он не успевал, как говорится, их расковырять. Поэтому здесь мы можем вот такую методику взять, допустим, 3 процедуры, 10 Гц, частоту поставить более такую, скажем так, глубокое воздействие и потом на 80 Гц все вот это заживлять, еще 8-10 процедур. Точно так же патологические элементы с захватом 1 см, но, как правило, здоровой ткани, но, как правило, при акне мы обрабатываем всю поверхность, то есть все лицо, например, или все плечи, то есть это может быть и на теле происходить, и точно так же мы можем работать на теле. Что касается лазерной биоритализации, там все просто, но по лазерной биоритализации у нас много информации есть, кратенько, опять-таки, очищение, опять-таки, холодное распаривание, то есть это и дземная маска, либо какой-то легкий пилинг, другой, либо это, то есть наша цель брать роговые чешуйки, чтобы они нам не мешались, как говорится, вводить гиалуроновую кислоту. После этого происходит, как правило, 10 минут лазера фары с гиалуроновой кислоты, если мы берем лицо, если у нас лицо, шея и декольте участвуют за исключением дона щитовидной железы, то есть передней поверхности шеи, то это будет около 20 минут процедура длится. Соответственно, лазера фары с гиалуроновой кислоты двухпроцентной мы осуществили, после этого мы можем снять остатки влажным компрессом, сделать вот эту восстанавливающую маску с эффектом фарфоровой кожи, можем положить альгинат на сыворотке, то есть все в ваших руках, как говорится, в зависимости с того, какой пациент пришел. Если мы делаем курс из 10 процедур, мы можем практически каждую процедуру разные маски ему делать. Ну, может быть, не каждую, но можем включать различные варианты, да, то есть, допустим, первые три процедуры мы там восстанавливали, успокаивали кожу, делали вот эту вот маску с гелем для сухой нормальной кожи НЕО, лосьонным концентратом НЕО. Потом мы ему сделали поработать над, как говорится, с противотечным эффектом и, так сказать, над упругостью кожи, можем на пептиды, например, класть ему альгинат, да, или можем на лимфодренажный гель, да, какой-нибудь гель, моделирующий для нижней трети взять или сыворотку актив лифтинг и на него класть альгинат. Вот, то есть мы можем вообще делать ему, например, если кожа сухая, очень, да, склонна к шелушению, мы можем, мы убираем убезвоженность, да, но мы можем еще и подпитать кожу, можем вообще маски питательные ему положить там пару раз. Я, например, не имея, например, каких-то специфических питательных масок, беру спокойно наш крем ламилярный вот с спа апельсин, который называется эфирным маслом апельсина, он еще и такой, как бы, немножко релакс дает за счет вот этой органолептики своей, вот, и толстым слоем вполне работает как маска питательная отлично, потом можно даже остатки, чисто то, что мы не делаем по нему массаж, да, то есть у нас нет отшелушенной кожи, да, в креме, можем вообще не смывать, можем снять остатки, использовать как финал его сразу. Вот, тоже такой вариант из разряда лайфхаков. Вот, и, естественно, после маски уже мы, если есть необходимость, наносим увлажняющий какой-то защитный крем, да, то есть витаматрикс, там увлажняющий крем с ПЭТ-10, ну, в общем, как говорится, то, что пациенту больше подходит. Увлажняющий крем или крем для комбинированной кожи немножко полегче, витаматрикс, он чуточку, но я бы не сказала, что жирнее, он тоже легкий, вот, но его как-то очень любят прям вот те, у кого кожа сухая либо нормальная, да, он еще больше такое сияние дает. Вот, ну, в принципе, и для жирной комбинированной кожи его можно использовать, как бы, но, например, для жирной кожи комбинированной чаще используем крем для комбинированной кожи с ПЭТ-15, например, да, или летом можно использовать мультипротектор Oil-Free со СПЭТ-50. Надо сказать, что фоточувствительность эта процедура не добавляет, то есть она, наоборот, вполне себе летняя процедура, поэтому, если уровень инсоляции вполне позволяет находиться с минимальным СПЭТ-50, то необходимости в СПЭТ-50 нет. Вот, СПЭТ-50 используется тогда, когда нужно кожу защитить уже от солнца, когда уровень инсоляции, осмотрим его в прогнозе погоды, как вы знаете, переваливает уже цифру 4-5 и вот туда повыше. Ну и в заключение, да, хочу тоже вот пару слайдиков, да, сделала несовместимые с лазерной терапией физиопроцедуры. То есть понятно, что вряд ли мы, как косметологи, да, будем в кабинете эти процедуры использовать или назначать, да, но пациенту, вы можете работать, например, в каком-то курортном, курортурологическом, как сказать, предприятии, да, учреждении, да, то есть это у нас может быть какой-то санаторийно-курортный комплекс, это может быть какая-то клиника многопрофильная, где есть различные физиотерапевтические воздействия, да, используется. И пациент может, помимо косметологии, ходить еще на какие-то другие процедуры, которым назначены. Поэтому мы должны быть уверены, что он в один день с лазерной биржитализацией, например, не пойдет на душ-шарко или там не будет заниматься там какими-то еще физиопроцедурами нагрузочными, ту же самую гальваньку делать, да, или не будет лазерную там надвенное облучение крови делать по какой-то причине. То есть как бы это, да, редко встречается, если мы работаем в каком-то салоне или косметологическом кабинете в клинике, да, но часто пациенты, которые находятся на курорте, да, на каком-то или в каком-то санатории, да, они комплексом процедуры получают, и поэтому обычно врач-физиотерапевт он в контакте находится с врачом-косметологом, если это не одно и то же лицо, вот, и в общем-то назначения свои друг с другом надо корректировать тогда. Вот, ну и соответственно какие-то нагрузочные диагностические манипуляции, а-ля там рентгенотерапия, МРТ, там всякие процедуры связанные с забором крови, да, трофиолетовое облучение крови, естественно, в один день и даже несколько дней, иной раз после проведения этих манипуляций лазерной терапии лучше не делать. Что касается с косметическими методиками, инъекционными, например, да, то надо понимать, что все стимулирующие воздействия, они, конечно же, эффективность ботулинотерапии будут снижать, особенно если делаются курсом, они не единоразово, вот, но можно просто не затрагивать ту зону, которая, например, заблокирована ботулинотоксином, хотя сейчас ботулинотоксин можно обнаружить не только в верхней трети лица, да, но и в других частях лица методики флуфейс тоже имеет место быть, поэтому здесь как раз надо выяснять, насколько это критично. Если планируется, например, ботулинотерапия, то лучше до нее сделать курс лазерной терапии, а потом уже, соответственно, проколоть ВТА. Вот, что касается мезонитий, то первые 2-3 месяца после установки мезонитий нельзя никакой физиотерапии делать, соответственно, пока нить не рассосется, не образуется равномерный фиброз. И если установлены филеры, то, соответственно, первое время, ну, первое время считается 30-40 дней, то есть месяц после установки филеров в этой зоне работать, опять-таки, физиотерапевтическими методиками, даже массаж делать нельзя. Вот, поэтому это надо учитывать. Что касается просто мезотерапии классической, да, то лазеротерапии и классической инъекционной мезотерапии, ее можно разносить на, грубо говоря, 2-3 дня, ну, условно говоря, не делать лазеротерапию сразу после того, как вы, ну, в смысле, не делать инъекции сразу после того, как вы обработали кожу лазером, да, потому что мы активизируем кровоток, сосуды немножко расширяются, да, и просто гематом наставим многое. Вот, там, где бы мы их не наставили, собственно, все просто. Вот, что касается сочетания с другими методиками. Ну, и в домашнем уходе при акне, соответственно, мы будем использовать классические препараты, которые имеют противоспалительные свойства, то есть мы обязательно мягко очищаем кожу, никакого умывания до скрипа, пациентам это надо объяснить, а то они любят тегтярное мыло купить, когда воспаление появляется. Чем меньше мы разрушаем гидропидные барьеры и убиваем нормальную микрофлору, тем быстрее кожа будет восстанавливаться. Соответственно, гель очищающий, муссы все, и вот гель лентильный ген SPH4-5, это вообще очень классная штука, как раз для проблемной кожи. Тоник доживной проблемной кожи, тоник с ахокислотами отлично подходит, соответственно, если не назначено какое-то лечение, то как лечебно-профилактический уход, ну и первой, второй стадии акне, фактически вместо лечения можно использовать препарат стопакне с салоиновой кислотой, ну если есть необходимость, то сверху SPF уже наносим потом, и вечером можно использовать сыворотку с миндальной кислотой альфа-дерм. Если, можно использовать стопакне дважды, без альфа-дерма, то есть по-разному комбинируется, кто-то лучше идет, например, на комбинации стопакне и альфа-дерм, кому-то достаточно утром обычного демотена, а вечером альфа-дерм, кто-то два раза стопакне, ну то есть кто-то на золоинке хорошо идет, условно говоря, кто-то на миндальке, а кто-то на сере, то есть здесь уже надо подбирать, смотреть. Вот, если назначено лечение какое-то, да, драматологом, а вы, например, не являетесь тем самым драматологом, который он назначил, подбирается только уход, то, значит, мы весь уход подбираем с учетом назначенных препаратов, то есть если это лечебные препараты, которые мы наносим утром и вечером, да, то, соответственно, утром мы можем поверх лечебного препарата использовать при необходимости SPF, либо, если нужно дополнительное увлажнение с немножечко эффектом антибактериальным, то дематен, классический наш обычный, который у всех аптеках есть, вот, с серой, гиалурон, калой и серого составе, в общем, в принципе, забывать старый дубрый дематен не стоит, потому что он очень хорошо на многих пациентах работает, вот, ну и, соответственно, вечером мы тоже при необходимости можем, например, дематеном или пектиновым гелем, например, подкисленным закрыть через там полчаса-час после нанесения лечебного препарата, вот, но чаще всего, если лечебным препаратом вечером является активное ретинол, то есть ретиноиды синтетические, адапалент в частности, то, как правило, после него ничего не наносится, либо, если он уже очень сушит кожу, то можно через час нанести какой-нибудь смягчающий питательный крем, ну, то есть желательно все-таки выбирать какие-то очень легкие текстуры, потому что редко, когда сухая кожа подвержена классическому акне, да, то есть чаще всего это жирные комбинированные, и простые жирные кремы, да, на основе обычной эмульсии, которая содержит еще и какие-то компоненты а-ля воск, парафин, мазерин и прочее, или много масел, они будут, как говорится, создавать ситуацию шаг вперед, два шага назад, забивая поры, провоцирует образование комедонов и воспалений, поэтому лучше все-таки предпочитать какие-то легкие текстуры, если это крем, смягчающий эмульсию, да, либо обратиться к гелям, вот, ну, и, соответственно, один-два раза в неделю глубокое очищение энзимной пектиной маски, после которой можно нести любую маску с калином, что касается ухода при розации, там все, весь уход сводится к уходу за гиперчувствительной кожей, потому что при розации у нас всегда либо, если это обострение, то, как правило, это минимальный совершенно уход, то есть нулевая терапия чаще всего бывает, даже вообще бывает, что ничего нельзя наносить какое-то время, там, до нескольких недель используется только кипяченая вода для умывания, да, и лечебные препараты используются. Если же это такое, как бы, подострое состояние или это ремиссия, то мягкое очищение обязательно, да, при паплопостулезной стадии чаще всего хорошо тоже подкисленный вариант, то есть гельно-антимная гигиена с ПАШ-4-5, вот, и лосьон концентратнео в качестве тоника используется у нас после каждого умывания, да, то есть утром и вечером. Также лосьон концентратнео можно использовать для снятия приливов при, собственно, ситуациях, когда при розации, да, возникает вот такой прилив крови, лицо краснеет, кожа становится горячей, его можно снять просто пробрызгав, например, салфеточку вот такую вот из-за нетканого полотна или масочку одноразовую, если она есть, лосьонным концентратом Нео, там содержится 10% гидрокверцитивной кучи сосудокрепляющих компонентов, наносим на лицо, прикладываем, ну, минуточек на 10-15, вот, чтобы лицо успокоилось, немножечко пощипать, вначале может, буквально одну минутку, и потом кожа успокаивается резко. То есть это можно, кстати, использовать и в менопаузе. Такие варианты снятия вот такой реакции, да, кожи. Гель антикуперозный, гель для сухой, нормальной кожи, наверное, используется в уходе, уже, как говорится, либо то, либо другое, либо, допустим, утром одно, вечером другое, да, иногда бывает просто гель антикуперозный, из-за никотинки в составе не все хорошо переносят, да, то есть никотиновую кислоту даже в такой минимальной концентрации, которая находится в геле антикуперозном, которая, собственно, эта концентрация, она достаточна для того, чтобы простимулировать сосуды, но воздействует на них в безопасном их режиме. Но бывает, что даже на такую маленькую концентрацию никотиновой кислоты люди реагируют, наоборот, вспыхиванием, покраснением. Тогда антикуперозный гель чаще всего такие пациенты не применяют, хотя замечено, что те, кто продолжает иной раз применять антикуперозный гель вот с этой реакцией на никотин, там, больше двух-трех недель, то, как правило, кожа привыкает, сосуды привыкают, и вот уже больше кожа так не реагирует, а работать он работает. Но, как говорится, советовать это вот так вот рисковать из серии там кололись на еле кактус, да, я не буду, потому что это уже, ну, как говорится, желание самих пациентов, просто у нас есть многие пациенты, которые, ну, долго, годами сидят, можно так сказать, они уражаются на антикуперозном геле, и вот многие из них перешли, именно прошли через этот период, когда покраснения были на фоне применения антикуперозного геля локального, а потом они спустя там пару-тройок недель просто ушли, и дальше уже гель стал оказывать свое сосудоукрепляющее действие, как положено, да, то есть меньше кожа краснеет, меньше вот этих вот приливов, пробежался за автобусом, не раскраснелся на последующие до конца дня, да, то есть кожа становится, ведет себя менее, вот так вот, меньше отвечает, да, на вот эти вот триггеры. Вот, естественно, при розации обязательно, просто вот при любом раскладе нужен SPF, и SPF нужно подбирать, ну, максимально возможный при, в зависимости от индекса инсоляции, да, то есть, грубо говоря, меньше двух можно без SPF, между двумя и четырьмя смотрим SPF там 10, 15, до 30, и, соответственно, после SPF 4, после индекса инсоляции, да, то есть ультрафиолетовый индекс, который, смотрим, прогноз погоды, если вот сегодня он здесь и сейчас, да, в течение дня будет подниматься до 4-5, то все, мажемся с утра SPF 50+, и спокойно, и, как говорится, спокойно ходим, вот, но желательно, конечно, избегать нахождения на солнце, то есть под прямыми лучами. Для пациентов розацева солнце, ультрафиолет, это один из самых ярких триггеров, как выражаются опытные пациенты с розацией, даже хуже, чем бокал красного вина, вот, это надо тоже учитывать. Соответственно, при необходимости, если кожа не очень чувствительная, нормально реагирует на глубокое очищение, там, с папаином, с молочной кислотой, можно и зимную маску, использовать, можно гель дезинкрустации использовать, можно даже гель пектиновый использовать под пленку, его класть на 10-15 минут, он тоже будет неплохо разрыхлять, если находится под пленкой, вот, и, собственно, для того, чтобы не было закупленных пор, черных точек, если есть к этому склонность. Вот, собственно, здесь я указала на всякий случай хорошие книжечки, которые можно почитать на эту тему, и наш общий имейл, если вдруг какие-то возникнут вопросы, там, допустим, не скинули ссылку на проведенный вебинар, или, допустим, будут вопросы ко мне, которые вы забыли задать, или просто не подумали, тогда об этом, а потом просмотрели еще раз и решили задать вопрос. Так что можете писать вопрос к косметологу, там, для Ирины Викторовны, и меня обязательно перешлют, я на все вопросы постараюсь ответить. Вот, сейчас я вам закончу уже вебинар. Да, это книги по физиотерапии, очень неплохие, как раз касающиеся для, вот, первый, да, профессор Лорионов, он вообще мэтр, так сказать, нашей лазерной терапии, то есть можно почитать его монографии. Вот, физиотерапия и драматология, это как раз тоже книжечка хорошая, которая, там как раз тоже уделяется несколько глав для, как раз лазерной терапии, ну и у лазщика с Лукомским, это общая физиотерапия, которая, то есть они не обязательно этого года, это просто, как бы они переиздаются периодически, то есть это вот те книжечки, которые, если интересуетесь физиотерапией, можно почитать. Почему нельзя смещать с душем Шарко и с другими всякими такими нагрузочными процедурами, просто потому, в один день имеется в виду, в один день. Потому что лазерная терапия сама по себе, даже если она выполняется довольно-таки локально, казалось бы, да, лицой, шеей, декольте, то это достаточно большая нагрузка на регуляторные системы организма, да, то есть на вообще на организм. Поэтому не рекомендуется в классической физиотерапии, а собственно, если мы ее используем в косметологии, она от этого не перестает быть классической физиотерапией. Вот. Не рекомендуется нагрузочные процедуры делать в один день. Нежелательно. Это относится и к процедурам физиотерапевтическим, и к диагностическим. Вот. Поэтому если нужен душ-шарко пациенту, и вы работаете в коротологии, то, допустим, сегодня лазерная терапия у него, а завтра... Да, там есть и про параметры, и все, то есть можно почитать. Да, то есть там много интересного. Вот. Про душ-шарко закончу, да, то, что если нам нужно этому пациенту сделать и то, и другое, то, соответственно, просто душ-шарком мы на следующий день. В коротологии еще бывает, что какая-то одна нагрузочная процедура делается рано утром, а другая делается уже, там, грубо говоря, после четырех дня, такие допускаются моменты иногда, но тут уже надо смотреть просто по ситуации. Вот. На этом я вебинарую.